Утилитарный подход к созданию автобусов весьма ограничивает полет фантазии дизайнеров, однако в истории все же встречаются произведения искусства, достойные восхищения. В 1950 году пассажирский туроператор заказал производство футуристического двухэтажного автобуса для своих экскурсий. В итоге получилась действительно интересная машина. В основе этого диковатого на вид автобуса лежит шасси грузового Citroёn U55, на которой установили панорамный двухэтажный кузов. Открытая крыша, огромная площадь остекления – все это располагало к проведению отличных обзорных экскурсий, а футуристический дизайн в авиастиле безусловно привлекал туристов. Всего было выпущено три таких автобуса. Еще один яркий представитель, созданный на базе шасси General American 1949 года с кузовом GMC 1955 года. В результате было построено всего два невероятных по своему дизайну дома на колесах, на одном из которых часто передвигался Боб Дилан. Сейчас же только один из них находится на ходу и каждый год устраивает большой тур по Америке. Следующее творение с названием «Золотой дельфин» было уникальным выставочным автобусом, который дебютировал на автошоу в Женеве 1956 года. Он удивлял не только своим дизайном и окнами панорамного типа, но и мощным двигателем на 400 лошадиных сил и максимальной скоростью в 200 километров в час. Автобусы ведь бывают не только пассажирскими, и, пожалуй, самым впечатляющим является General Motors. Компания построила 12 этих удивительных машин в 1939 году, которые использовались для передвижной выставки, на которой демонстрировались технологии машин будущего. До наших дней сохранились 9 таких футурлайнеров. 30-е годы в США было довольно весело. Запреты отменены, люди стали носить разноцветную одежду, а по улицам ходили забавные двухэтажные автобусы, такие как этот. Автобус был рассчитан на 53 пассажира. Первые две выпущенные единицы были окрещены неофициальными названиями в честь дочерей директора компании. Третий же экземпляр получил название «Морфеус». В честь древнегреческого бога сновидений. А вот такие автобусы производились в Германии в период с 1934 по 1935 годы. Помимо кузова стримлайнера и панорамной крыши, автобус имел опускаемые боковые окна. Компоновка и внешний вид этого автобуса просто сшибает с ног своей необычностью. Фактически, это сидельный тягач без кабины с полуприцепом на 117 пассажиров. Напоминает тяговый модуль МАЗа из прошлого видео, над которым размещалась неподвижная кабина водителя, закрепленная с грузовым отсеком. Как насчет плавающего автобуса? Такая идея нашла свое применение в туризме. Забавный автобус-амфибия с маленькими колесиками придает изюминку впечатлениям туристов. Например, при поездке автобуса по улицам города, гид плавно переводит разговор на речную тематику, а автобус медленно въезжает в воду. В настоящее время такие автобусы уже не являются редкостью и признаны одним из самых удобных экскурсионных видов транспорта. Стоимость такого автобуса около 400 тысяч долларов. Уникальный автобус знаменитой компании Kenward 1936 года. К сожалению, о нем сохранилось мало информации, и в наши дни он был замечен весьма в плачевном состоянии, являясь частью чьей-то коллекции. Плавно переходя к современным уникальным творениям, я покажу вам два автобуса, первый из которых высокоскоростной электрический автобус для междугородних и международных пассажирских перевозок. Крейсерская скорость 250 км в час, а максимальная 300. Автобус 15 метров в длину, 16 дверей и 23 посадочных места. Правда, средняя дальность поездки составляет 215 км, и для междугородних перевозок придется как-то заряжаться. Второй автобус разработан в Китае с целью беспрепятственно преодолевать огромные пробки и быть достаточно вместительным. Таким образом, создан новый вид транспорта. Надземный автобус, под которым смогут проезжать автомобили или же оставаться позади в пробках. Ожидается, что один автобус будет способен перевозить до 1200 пассажиров за один раз. При этом двигаться он будет со скоростью порядка 65 км в час. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Благодарим за просмотр и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok